Глава Республики Радихабиров по видеосвязи принял участие в церемонии открытия центральной кольцевой автомобильной дороги. Старт движению дал президент России Владимир Путин. ЦКАД пересекает 13 федеральных округов. Она свяжет действующую трассу М11 Москва-Санкт-Петербург со строящейся магистралью М12 Москва-Казань-Екатеринбург. Ее протяженность составит 810 километров. Она пройдет по территории Татарстана, Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. В Башкортостане по предварительным расчетам магистраль протянется на 220 километров по северо-востоку республики. Работы предполагают реконструкцию 69 километров федеральной трассы М7 «Волга». Также в планах строительство 150 километров магистрали М12 на участке от Дюртюлей до поселка Ачит в Свердловской области. Мы определили трассировку, понимаем, где она пройдет. Сейчас уже работаем на уровне муниципалитетов. У нас есть ясное понимание и по ресурсам, и по инертным материалам. И мы знаем, где будут точки, соответственно, вхождения в эту трассу. Владимир Владимирович, огромное спасибо, что трасса проходит. Потому что это существенно республику приблизит и к центру России. Это развитие экономики нашей территории, северной части республики. И в целом жители очень-очень благодарны, что у нас будет очень короткий и быстрый путь до центра нашей страны. Вице-премьер правительства России Марат Хуснулин сообщил, что строительство всей трассы М12 планирует завершить к 2024 году. При этом участки будут запускать по мере готовности. Напомню, инициативу продлить строящуюся трассу М12 Москва-Казань до Екатеринбурга президент России Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному собранию в апреле 2021 года.